Скоро вся ужасная сила Батыева, как густая туча, с разных сторон облегла Киев. Скрып бесчисленных телег, рев вельблюдов и валов, ржание коней и свирепый крик неприятелей, по сказанию летописца, едва дозволяли жителям слышать друг друга в разговорах. Дмитрий бодрствовал и распоряжал холоднокровно. Ему представили одного взятого в плен татарина, который объявил, что сам Батый стоит под стенами Киева со всеми воеводами-могольскими, что знатнейшая из них суть Гаюк, сын великого хана, Мангу, Байдар, внуки Чингисхановы, Орду, Кадан, Судай-Багадур, победитель неучей китайских и Бастырь, завоеватель Казанской Болгарии и княжения Суздальского. Сей пленник сказывал о Батыевой и Рате единственное то, что ей нет сметы. Но Дмитрий не знал страха. Осада началась приступом к вратам ляцким, к коим примыкали дебри. Там стенобитные орудия действовали день и ночь. Наконец рушилась ограда, и киевляне стали грудью против врагов своих. Начался бой ужасный. Стрелы омрачили воздух, копья трещали и ломались. Мертвых, издыхающих, попирали ногами. Долго остервенение не уступало силе, но татары в вечеру овладели стеною. Еще воины российские не теряли бодрости. Отступили к церкви десятинные и, ночью укрепив оную тыном, снова ждали неприятеля. А безоруженные граждане с драгоценнейшим своим имением заключились в самой церкви. Такая защита слабая уже не могла спасти города. Однако ж не было слова о переговорах. Никто не думал молить лютого Батыя о пощаде и милосердии. Великодушная смерть казалась и воинам, и гражданам необходимостью, предписанную для них отечеством и верою. Дмитрий, исходя кровью от раны, еще твердую рукою держал свое копье и вымышлял способы затруднить врагам победу. Утомленные сражением моголы отдыхали на разваленных стены. Утром возобновили оное и сломили бренную ограду россиян, которые бились с напряжением всех сил, помня, что за ними гроб святого Владимира и что сия ограда есть уже последняя для их свободы. Варвары достигли храма Богоматери, но устлали путь своими трупами, схватили мужественного Дмитрия и привели к Батыю. Сей грозный завоеватель, не имея понятия о добродетелях человеколюбия, умел ценить храбрость необыкновенную и с видом гордого удовольствия сказал воеводе российскому «Дарую тебе жизнь». Дмитрий принял дар, ибо еще мог быть полезен для Отечества. Моголы несколько дней торжествовали победу ужасами разрушения, истреблением людей и всех плодов долговременного гражданского образования. Древний Киев исчез и навеки. Ибо сия некогда знаменитая столица, мать градов российских, в XIV и в XV веке представляла еще развалины. В самое наше время существует единственная тень ее прежнего величия. Напрасно любопытный путешественник ищет там памятников священных для россиян. Где гроб Ольгин? Где кости святого Владимира? Батый не пощадил и самих могил. Варвары давили ногами черепы наших древних князей. Остался только надгробный памятник Ярославов, как бы в знак того, что слава мудрых гражданских законодателей есть самая долговечная и вернейшая. Первое великолепное здание греческого зодчества в России, храм Десятинный, был сокрушен до основания. После из развалин он его воздвигли новый, и на стенах его видим отрывок надписи древнего. Лавра Печерская имела ту же участь. Благочестивые иноки и граждане, усердные к святыне сего места, не хотели впустить неприятелей в ограду его. Моголы таранами отбили врата, похитили все сокровища и, сняв златакованный крест с главы храма, разломали церковь до самых окон вместе с кельями и стенами монастырскими. Если верить летописцам XVII века, то первобытное строение лавры красотою и величием превосходило новейшее. Они же повествуют, что некоторые иноки печерские укрылись от меча Батыева и жили в лесах, что среди развалин монастыря уцелел один малый предел, куда сие пустынники собирались иногда отправлять службу божественную, извещаемые о том унылым и протяжным звоном колокола. Батый, узнав, что князья Южной России находятся в Венгрии, пошел в область Галицкую и Владимирскую, осадил город Ладыжин и, не умев двенадцатью орудиями разбить крепких стен его, обещал помиловать жителей, если они сдадутся. Несчастные ему поверили, и ни один из них не остался жив, ибо татары не знали правил чести и всегда, обманывая неприятелей, смеялись над их легковерием. Завоевав каменец, где господствовал друг Михаилов Изяслав Владимирович, внук Игорев, татары отступили с неудачей от Кременца, Даниилова города, но взяли Владимир, Галич и множество иных городов. Великодушный воевода киевский Дмитрий находился с Батыем и, сокрушаясь о бедствиях России, представлял ему, что время оставить сию землю уже опустошенную и воевать богатое государство венгерское, что король Бела есть неприятель опасный и готовит рать многочисленную, что надобно предупредить его или он всеми силами ударит на могулов. Батый, уважив совет Дмитриев, вышел из нашего Отечества, чтобы злодействовать в Венгрии. Таким образом, сей достойный воевода российский и в самом плене своем умел оказать последнюю важную услугу несчастным согражданам. Благоденствие и драгоценная народная независимость погибли для них на долгое время. По крайней мере, они могли возвратиться из лесов на пепелище истребленных жительств, могли придать земле кости милых ближних и в храмах, немедленно возобновленных их общим усердием, молиться Всевышнему с умилением. Вера торжествует в бедствиях и смягчает он ее. Состояние России было самое плачевное. Казалось, что огненная река промчалась от ее восточных пределов до западных, что язва, землетрясения и все ужасы, естественные вместе, опустошили их, от берегов Оки до Сана. Летописцы наши, сетую над развалинами Отечества о гибели городов и большой части народа, прибавляют. Батый, как лютый зверь, пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие князья российские пали в битвах, другие скитались в землях чуждых, искали заступников между иноверными и не находили, славились прежде богатством и всего лишились. Матери плакали о детях, пред их глазами растоптанных конями татарскими, а девы о своей невинности, сколь многие из них, желая спасти оную, бросались на острый нож или в глубокие реки. Жены боярские, не знавшие трудов, всегда украшенные золотыми манистами и одеждою шелковою, всегда окруженные толпой услуг, сделались рабами варваров, носили воду для их жен, мололи жерновым и белые руки свои опаляли над очагом, готовя пищу неверным. Живые завидовали спокойствию мертвых. Одним словом, Россия испытала тогда все бедствия, претерпенные Римской империей от времен Феодосии Великого до VII века, когда северные дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разенствуют между собою только в силе. Сила Батыева несравненно превосходила нашу и была единственной причиной его успехов. Напрасно новые историки говорят о превосходстве моголов в ратном деле. Древние россияне, в течение многих веков воюя или с иноплеменниками, или с единоземцами, не уступали как в мужестве, так и в искусстве истреблять людей, ни одному из тогдашних европейских народов. Но дружины князей и города не хотели соединиться, действовали особенно и весьма естественным образом не могли устоять против полумиллиона Батыева, ибо сей завоеватель беспрестанно умнажил рать свою, присоединяя к ней побежденных. Еще Европа не ведала искусства огнестрельного, и неравенство в числе воинов было тем решительнее. Баты предводительствовал целым вооруженным народом. В России жители сельские совсем не участвовали в войне, ибо плодами их мирного трудолюбия питалось государство и казна обогащалась. Земледельцы, не имея оружия, гибли от мечей татарских как беззащитные жертвы. Малочисленные же ратники наши могли искать в битвах одной славы и смерти, а не победы. Впрочем, моголы славились и храбростью, вселенную в них умом Чингисхана и сорокалетними победами. Не получая никакого жалования, любили войну для добычи, перевозили на валах свои кибитки и семейства, жен, детей и везде находили отечество, где могло пастися их стадо. В свободное от человека убийств время занимались звериной ловлею, видя же неприятеля, бесчисленные толпы сих варваров как волны стремились одна за другую, чтобы со всех сторон окружить его, и пускали тучу стрел, но удалялись от ручной схватки, жалея своих людей и стараясь убивать врагов издали. Ханы и главные начальники не вступали в бой, стоя назади, разными маяками давали повеление и не стыдились иногда общего бегства, но смертью наказывали того, кто бежал один и ранее других. Стрелы моголов были весьма остры и велики, сабли длинные, копья с крюками, щиты ивовые или сплетенные из прутьев.